Мы продолжаем цикл «Картины. Жизнь. Жизнь в картинах», посвященный художнику Михаилу Нестеру. В третьей части мы поговорим о его любимом живописце из Франции, Жюль Бастиене Лепаже, чьими картинами Нестеров любовался, будучи в Париже в 1889 году. Но поскольку о Бастиене Лепаже мало кому что известно, попробуем познакомиться с его жизнью и творчеством более предметно. На реке Латин, поблизости от границ Бельгии и Люксембурга, затерялась скромная лотарингская деревушка Дамбелию. Ее пограничное положение между герцогствами Бургундии и Лотарингия обусловило постоянную жизнь в осаде с VIII века и смену названий каждое столетие. Но до XI века она носила латинское имя «Дамвилериум». О прошлом напоминали лишь крепостные валы да руины замка епископа Жана де Мураво, благодаря чему у деревушки имеется герб да храм в Сен-Мирис XV века. Одна-две тысячи жителей веками возделывали здесь бескрайние поля и виноградники. Существование крестьян во все времена сопровождалось нелегким трудом, но была здесь удивительная семья, которая позволяла себе еще и заниматься искусством. Зажиточные виноградари – лепаж. Их скромный дом стоял на углу площади, обращая на себя внимание желтым фасадом с серыми ставнями. В доме был очаг, над ним поблескивали медными боками начищенные кастрюли, досияли поливной глазурью глиняные горшки. Семья собиралась под вечер в гостиной, где кузен, а хозяйки играл на скрипке. Все проводили досуг в зарисовках сценок своего быта, а затем расходились на ночь по комнаткам второго этажа. Главой семьи был рассудительный и трудолюбивый Клод Лепаж, охранительницей семейного очага его жена Катрин Бастиен. Ее отец Шарль в прошлом был сборщиком налогов, а на пенсии трудился в своем фруктовом саду при доме, мечтая о собственном винограднике на склонах холма. 1 ноября 1848 года на свет появился их первенец Жюль, который прославит имя Бастиен Лепажей на весь мир. А глядя на него, младший, шестью годами, брат Эмиль тоже возьмет в руки кисть и палитру. Жюль вспоминал себя с пяти лет, когда отец начинал учить его рисованию. Приучал он его к скрупулезному рисунку. Никто и не думал вырастить из Жюля художника, но в крайнем случае получится востребованный чертежник и инженер. Но талант ребенка скоро заметили все. Дед полагал, что из Жюля выйдет превосходный смотритель лесов и дорог в местной администрации. Жюля отдали в сельскую начальную школу, а по ее окончании отослали в колледж городка Верден в 25 километрах от дома. Мать делала Жюлю ценные подарки – репродукцию из картин, а подросток учился их копировать. Средств у семьи стало меньше с рождением Эмиля. Тем не менее, лепажей платят за обучение Жюля восемь лет с 1859 года. Учителя поражены, с какой страстью и искусством подросток зарисовывает все, что видит вокруг, а точность его взгляда и руки в передаче движений просто поразительны. Он привык выражать свои мысли карандашом. Дома на каникулах он зарисовывает деревенские сценки, запечатлевает братика в разных позах, воссоздает библейские эпизоды, хотя читать он особенно не стремится, а вот в математике явно высказывает успехи и после четвертого класса даже размышляет о карьере военного в Сенсири, но понимает, что это не его призвание. Более всего он любит рисовать, как люди несут вязанки с хворостом из леса, прачки на берегу получат белье и отдыхают под ивами в тени, мальчишки несут в поле родителям немудрюный обед, хлеб и сыр, а потом занимаются ловлей лягушек, солдаты читают газетные объявления. В апреле на родине Бастин или позже появляются первые цветы, деревья бросают свою тень на траву, в августе на картофельных грядках горят костры скошенной ботвы, а в октябре красный закат играет на беленых стенах домов. Все это накрепко отложилось в памяти подростка. Сдавая экзамены по философии, он впервые поделился с родителями своим желанием стать художником и учиться живописи в Париже, в академии. Хотя это будет дорого, трудно и долго. Дед полагал затею авантюрой, мать предрекала лишения и опасности в городской жизни, но на боявленный бакалавр девятнадцати лет от роду был настойчив. Друг семьи, почтмейстер, посоветовал Жюлю сдать экзамены, поступить в его ведомство, чтобы накопить денег и перевестись в Париж, занимаясь там в свободное время в школе изящных искусств. Жюль последовал совету, но оказавшись в столице, невероятно устал за полгода, разрываясь между службой и учебой, ведь днем преподавалась теория, а вечерами практика. Он приходил на работу в три часа ночи, до семи утра сортировал почту, затем занимался ее доставкой и только после этого мог отправиться на уроки. Нужны были деньги платить за комнату, покупку холстов и красок, а еще в школе искусств существовала немалая плата за учебу. Но тут Камона выхолпотала земляку стипендию на это. Чтобы помочь старшему сыну, мать отправилась работать в поле, помимо ведения дома и огорода, как только немножечко подрос Эмиль. Сострадая труду матери, Жюль Бастен-Лепаш напишет в ее честь уставшую. Здесь ему позировала кузина Мария Дель Робер. Крепкая вера в себя и свой талант, твердая воля, жизнерадостная натура и сознание тех жертв, на которые идет его семья, давая возможность реализовать свое призвание, помогли Жюлю пройти в 1867 году немалый конкурс. На 50 мест претендовало 200 человек со всей Франции. В октябре юноша пришлет домой известие. Он победил, заняв первое место. И к началу следующего года он найдет себе параллельно с учебой подработку в фотоателье, раскраской фотографий. Жюль хотел попасть в академический класс к известному салонному художнику Александру Кабанелю. К нему в Жюль было уже рекомендательное письмо от модного столичного живописца, автора «Девочек-цыганок» Уильяма Бугро. Свершилось. Жюль Бастиан Лепаш учится в прославленной школе изящных искусств. По его стопам отправится в Париж и брат Эмиль, закончив колледж в Вердене, чтобы учиться на архитектора. Но это дополнительное финансовое бремя для семьи. И на старости лет дед бросит курить свою извечную трубку, чтобы сэкономленные от покупки табака деньги посылать внукам в Париж. Став уже известным художником, Жюль трогательно отблагодарит деда, мечтавшего устроить виноградник на самом выгодном месте, на склоне холма. Жюль купит участок земли у соседа-священника. Он начинается у городского рва и ведет на холм. И Жюль подарит деду эту землю под собственный виноградник. Соседи впоследствии будут даже им завидовать. Бастиены из бедняков станут землевладельцами. А Жюль придет с матерью в лучшую из лавок, торгующую дорогим шелком, и попросит показать весь товар, чтобы она выбрала себе отрез на платье, не думая о стоимости материи. И этим он смутит ее очень. Она никогда не носила дорогих вещей. И Жюль к этому времени будет за 30. И за портрет прославленной Сары Бернар он уже получит орден почетного легиона. Так что деревенские лавки очень повезет с таким покупателем. Жюль вспоминал, как он радовался, получая заказы на портреты стоимостью всего по 30 франков. Благодаря своему искусству он купит себе новые брюки, сюртучок и шляпу. А приехав в этом наряде домой, напишет портреты родителей и выставит их в 1877 году в салоне. Но самым знаменитым его портретом будет тот, что он напишет в 1873 году во время отпуска у Донвилля. Портрет деда. Голубоглазый старик будет позировать на фоне зеленого сада, сидя в кресле с табакеркой на коленях непременным атрибутом с синим носовым платком. Его сократовское лицо с широким носом и белой бородой, спускающиеся на жилет, цвета пожухлые листвы, лихо сдвинутые на ухо черный бархатный берет и руки на серых брюках обратят внимание публике. На выставке эта работа, имеющая невероятный успех за свою правдивость и реализм, будет куплена правительством. И на следующий день в газетах появится имя, прежде публике неизвестное. Жюль Бастину Лепажу всего 25. На его картины взирают с восторгом, у него появляются заказчики, к нему приходит слава и достаток, а на выставке в салоне он получает медаль и третье место. Жюль совершает невиданный для лотаринги поступок. Он соединяет в своем имени фамилии отца и матери, как это делали испанцы. Три года он проучился в школе изящных искусств, как Бастиян Лепаш. Его однокашником был будущий иллюстратор Рафаэль Коллин, отмечавший невероятный талант у Жюля и оставивший его литературный портрет, хотя сохранились и фото. Типичный бретонец с подростковой бородкой, вздернутым носом, он небысок, и световолос. Впрочем, дошел ряд автопортретов, написанных для любимого брата, родителей, друзей. В конце 1860-х годов Жюль Бастиян Лепаж примет участие во многих выставках, и это будет невероятно радовать его семью. Но вершиной своего успеха он полагает приглашение в салон. Жюри салона в 1869 году отклонило его картину на сюжет из популярного романа Виктору Гюго «Собор парижской богоматери». Квазимода целует труп Эсмеральды. Первой работой, которую у него примет салон, это будет портрет юноши в зеленом плаще. Учеба в мастерской Кабанели не заладилась. На третий год он уже там не появлялся, пребывая в сомнениях. По приезде рисовал богов и богинь Греции и Рима, не понимая ничего и думая, что это высокое искусство, но что оно мне дало. Он приходит к мысли, что художники судят по его успехам. Вершиной учебы была римская премия с бесплатным проживанием на Виле Медичи в Италии, как официальное признание таланта. Семья и земляки надеялись, что Жюль станет ее обладателем. «Мне было бы жаль недооценивать высокие качества и преданность мастеру школы», сказал Жюль, провалив экзамен. Но пока он еще только шел к нему, выбирал свой путь в искусстве, свое направление, пробуя его, прислушиваясь к себе. Символисты все меланхолики, натуралисты слишком мрачные, импрессионисты слишком красочные и светлые, барбизонцы чисты, незатейливы и прозрачны. Но нужно искать свой истинный путь. Академизм сдерживал его талант. Нужна искренность, лиризм, тонкость. Жюль отяготил, очерченный границами, за пределы которых молодому и талантливому художнику мир захотелось вырваться, как только он постиг основы искусства. Готовясь к экзамену на римскую премию с ее четырехлетним бесплатным обучением, Жюль Бастиен пишет нимфу у источника в духе галантных картин в АТО. Но тут грянула франко-прусская война 1870 года, и художественная жизнь в Париже замерла. Многие художники отправились в Англию за живописными туманами, а Жюль и Эмиль пошли на фронт снайперами-добровольцами. Они воевали. Домой они вернуться не могли. Лотарингию и Эльзас завоевала Пруссия. Жюль заболел полевритом, как у его деда у него были слабые легкие, но продолжал исполнять свой долг, пока его не контузило в грудь комком земли из-под разорвавшегося рядом с окопом снаряда. Другой снаряд в Париже уничтожил его мастерскую ателье с готовой картиной на римскую премию. Жюль был в госпитале. Началась депрессия. Он смог вернуться в Донвилье лишь в 1871 году для восстановления в кругу своей семьи. Его родные края отошли Пруссии. Жюль, настроенный патриотически, постоянно вспоминал о своей землячке, которая жила всего в 100 километрах от Донвиля, о Жанне Дарк, которую он чтил, как любой лотарингец. Через восемь лет он попытается зарисовать дивный момент, когда Жанна услышала голоса, зовущие ее на подвиг за околицей. Но в 1871 году ему пока приходится писать портреты земляков и родных в деревне. Он радуется своим длительным поездкам, окрепным здоровьем на родине. Он работает на пленэре, делает зарисовки на тему труда крестьян, поэтизируя его в лирическом ключе. Об этом свидетельствует написанный для выставки 1874 года портрет девушки. «Я рисую крестьян и пейзажи в своей деревне такими, как и они есть», – говорил художник. «А раскрыть свои способности возможно лишь на своем национальном материале». Добрым словом, он всегда поминал Жанна Франсуа Милле и Жака Густава Кюрбе, воплотивших на пленэре своих крестьян-современников. Будучи поклонниками пивида Шаванна, Бастион Лепаш решил попробовать свои силы в аллегорической живописи, задумав песнь «Весны». Он представил девушку-крестьянку на лесной опушке Близденвилля, светнеющемся неподалеку домиками под красной черепицей. В руках у нее корзинка с фиалками, а ангелы со свирелями наигрывают песни о расцветающей природе и женственности. Картина написана вполне реалистично, с простотой замысла и выражения, но сочетание представителей двух миров придает этому произведению нотку символичности. Это был авторский вариант, а предыстория у этой картины драматичная. В 1873 году к художнику обратилась косметическая фирма, пожелав увидеть весеннюю природу и девушек у фонтана. Жюль договаривается о концепции, покупает большой холст, новый набор красок и начинает разрабатывать эскизы, работая над этюдами. Когда заказ был уже готов, фирма пожелала, чтобы художник поместил на холст еще и ее рекламу с названием фирмы, адресами, наименованиями косметических средств, эликсир молодости, стартом продаж со всеми цветами радуги. Художник был разгневан, он творил картину, а не вывеску для витрины, и не рекламный щит. Он дописал к современным девушкам у фонтана на фоне донбельских полей, а мурчиков, придав весенней песне нотку свежести, наивности и даже ракаильности. Поскольку косметологи так и не смогли заставить художника переписать картину на свой лад, он создал еще и авторский вариант попроще. Первая картина получила название «Весенняя песнь». Ее показали на выставке, повесив очень высоко, отчего ее никто не замечал, и у дебютанта совсем опустились руки. Позднее картину все-таки приобрело правительство. На выставку 1875 года он дал всеми отмеченную работу «Маленькая причастница». Девочки-подростки, одетые подобно невестам, идут в церковь, чтобы сдать экзамен по катехизису и принять второе, уже сознательное, после младенчества, причастие к конфирмации. Родные напутствуют их трогательно, серьезно и любовно. Девочка еще на пороге юности. Она чуть-чуть неуклюже, скована волнением, и это ощущается в ее осанке. На ней жестко накрахмаленная вуаль и белые перчатки. И лишь сплетенные парцы выдают ее чувства. Да по-детски наивные и карие глаза. За строгость исполнения, явные таланты, реализм, критики назвали Бастена Лепажа чудом из Вердена. Сразу появились заказчики портретов. Жюля разыскал политик и фабрикант, сын-то известного мецената и коллекционера, Симон Хайен. Портрет впоследствии тоже показали на выставке. Это ободрило молодого художника, и он решил участвовать в конкурсе на римскую премию. Хотя уже в Италию его особо-то и не тянуло. Только престижность. Конкурсантам выделялись маленькие мастерские, похожие на кельи в монастыре, и трудились они там весь день, освобождаясь лишь к вечеру от охраны и внимания жюри. Длилось испытание три месяца. В 1875 году конкурсной программой стало благовещение пастухам. Библейская тема должна была быть исполнена в традициях академизма. Нужно продемонстрировать классическую выучку. И Бастин-Лепаш просит родителей присылать ему из деревни аксессуары. Тыкву, мешки, козьи шкуры. Ангел благовестит о рождении Христа пастухам Вифлеема. Они спали у костра. Старший из них, пробудившись, упал на колени перед ангелом, склоняясь к поклоне. А младший, прищурившись со сна, лицезрел происходящее с удивлением, переходящим в восхищение. Фигура ангела в ореоле света с несколько женственным лицом отличалась изяществом, а рука его указывала куда-то вдали. Сцена была наполнена поэтическим очарованием, грацией, силой реализма событий, описанного в Евангелии от Луки. И Бастин-Лепаш вспоминал, что при написании ангела он думал о картине испанского художника Риберы, хранящейся в Лубре. Но ради колорита он решил заменить ночь на сумерки. И этой вольности жюри ему не простило. На виллу Медичи в Рим отправился некий Леон Каммер, а Бастину-Лепажу досталось не имеющее официального статуса второе место, что его в конец обескуражило. Но пресса отметила, что Бастин-Лепаж бросил вызов академизму и даже припомнил судьбу импрессионистов, хотя молодой художник объяснил новшество заботой об эстетичности сцены. Ему в утешении был успех причастницы и портрета сенатора Анрии Валлона с выставки 1876 года. Стоит отметить, что, несмотря на решение уйти от традиции академизма в своем творчестве, Жюль еще раз принимает участие в конкурсе с темой «Приам у ног Ахилла». Очень сложная по композиции задача, невероятный накал разнообразных чувств героев Алиады Гомера. Старец «Приам», чтобы вернуть тело своего сына, вынужден поцеловать руку его убийцы. Здесь и боль, и горе, унижение отца, и торжество недавней победы, сменившейся задумчивостью у самого победителя. Жюля очередной провал, лишь третье место, уже не обескуражил. Его мыслями завладела идея, которую он поведал семье, приехав в Домбелье, и именно родная Лотарингия показалась ему более достойное внимание, нежели Троя. Именно там не было никакого героизма и южной природы с ее красками. Низкие холмы, равнины, поля, на которых крестьяне идут за плугом, согнувшись, они подбирают колосье с земли, а виноградарь мотыжит каменистую землю. И в этом виделась настоящая поэзия труда и скромное очарование деревенской жизни, с ее запахом вскошенного луга, солнечными красками на початках спелой кукурузы, с некрасивыми лицами крестьян, встреченных на улице, скромными домиками. Бастин Лепаш вспоминал, как голландцы никогда не приукрашивали лиц своих крестьян двумя веками ранее. И он стал писать подобным образом. К 1876 году появилось немало этюдов, сделанных весной, когда цветут сады, на рассвете, во время сенокоса, октябрьской уборки урожая, ноябрьского дня всех святых, во время сбора урожая винограда. Бастин Лепаш задумал серию из 12 больших картин «Месяцы в деревне». И в 1877 году он написал сенокос. На лугу стояли кусты. Деревья на берегу реки были прописаны в японских традициях. Фон картины был жемчужным. Еще кое-где стояли цветы, но сено было уже почти скошено и подсыхало. Солнце заливало лук. На небе виднелись легкие облачка. И косты сделали перерыв полуденный зной. Один из них опрокинулся на спину и задремал. Другие уже возобновляют свою нелегкую работу под палящим солнцем, ибо они торопятся, пока не пошли дожди. Крестьянка устала сидит рядом. Ее руки отдыхают от работы, от жары. Она слегка приоткрыла рот, а взгляд от усталости совершенно неподвижен. Природа напоена запахом скошенной травы. И весь пейзаж прописан в светлых серо-зеленых тонах. В 1877 году успех пришел к Жюлю Бастен-Лепажу в салоне с портретами родителей. Художнику заказывают портреты промышленники и медийные люди. Издатели, фабриканты. Торговец шелком Виктор Клодц и его дети с матерью. Издатель Жюль Шерпантье, актриса Сара Бернар, некий мсье и мадам Жесели, префект полиции Луи Андрие и писатель Андре Терье. А также натура, которая всегда рядом, брат Эмиль. В парк Синокосу Жюль задумывает уборку картофеля с безмятежной осенней порой в теплых тонах. Тем сложнее труд жнецов на контрасте. Нелегкий, но добродетельный. Для сборщицы картофеля Жюль позировала его кузина Адель Рогер. Ее фигуру он писал в мастерской, а вот пейзажи у него всегда полинерные. Да и труд ему был знаком. Руки бережно захватывают картофелины. Лепаш полагал сборщиц Алоси Фумиле слащавым произведением и решил иначе показать нелегкий сельский труд. Но привнес и свои искренние чувства, вразившиеся в задушевности, трогательности, сострадания к беднякам. У девушки получились не вполне ловкие движения, когда она ссыпала картошку в мешок. Да и не вполне естественной вышла и улыбка ее товарки на дальнем плане. Причиной всему была студийная работа, батриви от реальной природы и непрофессионализм юных натурщиц. Но все же искренность искупила все недочеты и на выставке, куда был послан Синакос и Октябрь, у него не было недостатка внимания. 1879 год связан с картиной, которая стала визитной карточкой Бастиена Лепажа «Видение Жанны Дарк». Он задумал написать свою землячку, напомнить о ее культе, как девы-освободитель инцифранции, проигравшей в войне ее родину, Лотарингию. Это был акт восстановления исторической памяти. И к этому образу Эжюль Бастиен Лепаж шел через свои весенние ранние произведения. Жанна пряла в саду, и ей было видение архангела Михаила. Она услышала голоса святых Маргариты и Екатерины, призывавших ее помочь своей родине во время Столетней войны с Англией, возглавить армию и вдохновить отчаявшийся народ и короля. А прокинутый стул позади и брошенный ткацкий станок говорят о неожиданном порыве, поспешности, неожиданности. Жанна вслушивается в то, что говорят цветы из-за ее плечами, невидимые для нее, но не для зрителя. Стоят три эфирных фигуры, явившиеся к ней. Голубые глаза девушки широко распахнуты, но она вглядывается не в то, что перед ней. Это взгляд, скорее, обращенный вовнутрь, очень сосредоточенный. Рука ее бессильно повисла, как аллегория того, что ей придется найти в себе силы, прежде чем она возьмет меч, пройдет посвящение в рыцаре и отправится в путь, ведя за собой армию и принимая непосредственное участие в боях, перенося ранения, вдохновляя вокруг себя людей, перенося чужую зависть и пересуды. Она победит. А потом ей придется за это пострадать, ибо те, ради которых она отправилась на войну и добилась невероятного, просто уйдут, сделав вид, что ее и не было никогда. Ей придется выдержать сложнейший диспут с духовенством, обвинившим ее в колдовстве. Она будет себя защищать, но суд уже заранее принял решение сжечь ее на костре. Все это ей откроется в видении, поэтому она старается это осознать и запомнить. Бастиан Лепаш избрал моделью их приходящую служанку, сохранив ее очаровательную красоту, деревенской, целомудренной и очень искренней девушке. Сохранился даже портретный этюд с этой служанки. Став замужественной матерью нескольких детей, она придет в дом семьи Бастиан Лепажей и будет готовить в память о Жюле поминальный обед. Она знала об успехе картины, написанной с нее, и гордилась на свой лад сопричастностью к памяти лутарингской девы. А в 1880 году видение Жанны было выставлено в салоне, породив и восторг, и страстные споры. Кто-то упрекал за показ фигур святых в воздухе, кто-то тщетно искал на картине перспективу и воздух пейзажа, а кто-то видел лишь подражание английским прерафаэлитам или Жену Тиреону, английской знаменитой картиной 1876 года. И никто не мог понять сути волнения героини, столь неподвижной, почти статичной, как фигуры с картин Греус и Гюстава Моро, глубоко поглощенной, формирующимся в ней героическим экстазом, вызвавшим ее изумленный взгляд. Это говорило и пробудившийся в ней священный дух. Публика пребывала в невероятном волнении, скупая гравюры, созерцая шедевр Бастина-Лепажа, но сам художник ожидал восторга среди коллег и критиков и был задет недооценкой его труда. В жизни его немало вручали портреты, которые он писал на заказ. Они очень высоко ценились, и он всегда оценивал их в пять тысяч франков. Знаю, что преподаватель Академии художеств получал жалование в четыре тысячи франков в год. Ему позировали искусствовед Альберт Вольф, актриса из театра Адеон Мариса Мари, мадемуазель Хоуп, эмальер Альфред Гарнье, граф Робер де Монтескье, а став состоятельный художник, решил совершить поездку в Англию. Тем более, что его пригласил для портретирования принц Уэльский. Он пожелал быть изображенным в костюме эпохи Генриха VII и на фоне Темзы с английским флотом. А пока Бастиян Лепаш делает небольшой этюд в профиль.